МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Германия намерена в качестве третьей стороны войти в процесс в Международном суде ООН по рассмотрению иска Южной Африки против Израиля о признании геноцидом палестинцев израильской военной операции в Газе. Глава Башкортостана Радий Хабиров считает, что акции в поддержку осужденного общественного активиста Фаиля Алсынова инспирированы из-за рубежа. Также сегодня. Как только меня избирают, я собираю старых чекистов. С ними едем в музеон, он, по-моему, там находится. Ночью скрываем все, изымаем памятник Дзержинскому и ночью ставим его. Утром люди просыпаются, Дзержинский стоит. Кандидат в президенты России от партии «Коммунисты России» Сергей Маленкович хочет в случае избрания первым указом восстановить памятник Дзержинскому на Лубянке. Россия продолжает массированные обстрелы Украины в Харьковской области. В результате ракетных ударов погибли несколько человек. О ракетной угрозе и об атаках дронов заявляют власти нескольких регионов России. Министерство обороны России сообщило о перехвате двух боевых беспилотников в Московской области и в районе порта Петербурга. Ну а Владимир Зеленский, как и все последние дни, предпринимает активные дипломатические усилия на полях Всемирного экономического форума в Давосе, добиваясь предоставления Украине странами Запада дополнительной военной помощи. Общаясь с журналистами, Зеленский особо подчеркнул, что и политическое, и военное руководство Украины, в отличие от российского, ценит жизнь каждого украинского военнослужащего, а потому их снабжение оружием, боеприпасами и средствами защиты особенно важно. Они знают, что мобилизуют, извините, трупы. Они знают, что мобилизуют трупы. Им все равно, вернется человек или не вернется. А нам не все равно. И вопрос не в том, что мы по населению в четыре раза меньше, чем Россия. Поверьте, если бы даже у нас было такое же население, как в России, мы все равно не кидали бы людей под танки, как мясо. Это был Владимир Зеленский. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на одном из пленарных заседаний Всемирного экономического форума вновь отметил, что переговоры с Россией об урегулировании вооруженного конфликта имеет смысл вести только после достижения военных побед в СУ. Кулеба уверен, что украинская армия способна на такие победы, а разговоры об их невозможности безосновательны и вредны для интересов как Украины, так и стран Запада. Мы нанесли им поражение в 2022-м на земле, в 2023-м на море, и мы полностью сосредоточены на том, чтобы одолеть их и в воздухе в 2024-м. Так что давайте сфокусируемся на том, чтобы победить в войне, а не искать аргументы, которые я при всем уважении считаю искусственными, почему мы не можем этого сделать. Говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Нельзя не отметить, что одна из встреч, на которую явно очень рассчитывали в Киеве, в Давосе не состоялось. Речь идет о прямых переговорах Владимира Зеленского с премьером Госсовета Китайской Народной Республики Литяном. О том, что украинская делегация безуспешно добивалась такой встречи, написало издание «Политика». Впрочем, официального подтверждения того, что переговоры Зеленского и Литяна на полях Всемирного экономического форума действительно планировались, нет. Сегодня глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров созвал пресс-конференцию, посвященную, как это было официально объявлено, итогам работы российской дипломатии в 2023 году. Касаясь возможностей мирных переговоров по Украине, Лавров заявил, что Москва от них не отказывается, что переговоры срывал именно Киев по указке, как выразился Лавров, Бориса Джонсона и прочих англосаксов. Лавров заявил также о невозможности победы над Россией и призывал в связи с этим учить историю. Президент многократно говорил, что Россия от переговоров не отказывается. Он сказал это еще в 2022 году, когда по указке Бориса Джонсона и прочих англосаксов Киеву запретили подписать уже согласованный договор об урегулировании с Российской Федерацией. От истории хорошо известно было это в апреле 2022 года. И, доступая в 2022 году по этому поводу, президент сказал в очередной раз, мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем тяжелее будет договариваться. Ну вот, сейчас мы видим исполнение этого пророчества. Нет никаких надежд на то, что Россия будет каким-то образом побеждена. Ну, в этом уже многократно говорилось. Те, кто не учил историю, а таких много на Западе, и географию тоже, конечно, они мало знают, они могут на эти темы фантазировать. Ну, либо писать какой-то очередной сценарий для упомянутого квартала 95. Но к реальной жизни это не будет иметь никакого отношения. Это был глава Митроссии Сергей Лавров. И вот еще одна сегодняшняя цитата, касающаяся положения на Ближнем Востоке. Израильтянам нельзя создавать впечатление, что поскольку они страдали во Вторую мировую, им все можно сегодня. Конец цитаты. Учиться на уроках истории, как призывает Лавров, безусловно, можно и нужно, хотя выводы из этих уроков иногда прямо противоречат тезисам главы МИД России. Кроме того, ход истории делает довольно крутые повороты. Кто еще совсем недавно мог себе представить, что Германия будет оказывать Украине помощь в отражении агрессии России? Вот еще один пример. Германия в качестве третьей стороны решила вступить в процесс в международном суде ООН, который будет рассматривать иск Южной Африки о признании геноцидом против палестинцев военной операции еврейского государства Израиль в секторе Газа. Правительство ФРГ уже заявило при этом, что решительно возражает против политической инструментализации Конвенции о предупреждении геноцида. Отмечу, что сейчас в международном суде ООН рассматривается срочный иск Южной Африки, цель которого скорейшее принятие так называемого обеспечительного постановления. Оно должно обязать Израиль остановить военную операцию в Газе. Рассмотрение в общем обвинений в адрес Израиля в геноциде палестинцев в случае, если иск не будет в скором времени отозван, может занять многие годы. Вот что рассказывает наш корреспондент в Берлине Анна Розе. Срочный иск означает, что решение по этому иску также будет срочным. И возможно также, что международный суд в Гааге, а это международный суд ООН в Гааге, это не международный уголовный суд, с этим судом не надо его путать. Может быть, что международный суд в Гааге просто отведет иск Южной Африки, о чем многие эксперты в Германии и говорят. Германия осудила этот иск и сказала, что у него абсолютно нет никаких оснований. Германия встала на сторону Израиля. И представитель правительства Штефан Хебештрайт сказал, что правительство ФРГ отводит все упреки, которые были перечислены в этом иске. Это было 12 января. И в тот же самый момент представитель правительства ФРГ, он же официальный директор ведомства по печати ФРГ, сказал, что в случае процесса Германия, естественно, станет на сторону Израиля в качестве третьей стороны процесса. Германия собирается быть общественным адвокатом Израиля в этом процессе. В случае, если иск не будет отведен, я повторюсь. Представитель правительства подчеркнул, что это вытекает из исторических условий. И Германия чувствует свою историческую ответственность перед Израилем. Естественно, Германия по-разному оценивает ситуацию в секторе газа. В Германии есть различные оценки, но правительство ФРГ и, естественно, парламент встают решительно на сторону Израиля, так же, как и в целом граждане Германии. Здесь мнение довольно-таки едино. Сообщение нашего корреспондента в Берлине Анны Роза. Время свободы. Административный арест на 10 суток назначен четверым задержанным участникам вчерашних протестов в городе Баймак в Башкортостане против приговора четыре года колонии, вынесенного общественному активисту Фаиле Алсынову по обвинению в разжигании национальной ненависти. Решение об аресте по обвинению в организации несанкционированной акции выносилось в Уфе. Почему задержанных доставили туда, пока непонятно. В ходе беспорядков, вспыхнувших после вынесения приговора Алсынову, полиция и ОМОН для разгона толпы применили перцовый газ и светошумовые гранаты. Они избивали протестующих, пострадали несколько десятков человек. При этом Следственный комитет возбудил дело по статьям об организации и участии в массовых беспорядках, а также о применении насилия в отношении представителей власти. Отмечу, что это уже уголовные статьи, и тем, кто будут привлечены по ним к ответственности, угрожает куда более суровое наказание, чем административный арест. Глава Башкортостана Радий Хабиров, который инициировал уголовное преследование Фаиля Алсынова, усмотрел в случившемся иностранное вмешательство, цель которого, как он уверен, разрушение России. Хабиров пообещал разобраться. Это группа лиц, из них причем часть находится за рубежом, которые, по сути, являясь предателями оттуда, призывают к отделению Башкортостана от России. Они призывают к партизанской войне здесь. Вы представляете, о чем разговор идет? Поэтому это и Габасов, который судим за убийство, это маскирующийся под мирного чабана Панзель Ахмедшин, который судим за наркотики. Вот эта вся компания, они постоянно пытались в любую ситуацию, которая, естественно, будет возникать, есть определенные и социальные удовольствия, есть нерешенные проблемы. Но все это переводить в плоскость, а значит, экстремизма мы не позволим. Наверное, наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина, что мы люди до конца не объяснили и не раскрыли суть и содержание этих людей. Мы сейчас этим будем активно заниматься. Заявление главы Башкортостана Радия Хаберова. Между тем, в социальных сетях появился видеоролик, на котором одетые в камуфляж вооруженные мужчины с закрытыми лицами на фоне флага воюющего в Украине батальона, сформированного из жителей Башкортостана, называют предателями участников вчерашних протестов в Баймаке и обещают найти и наказать каждого из них. Насколько велик потенциал протестов в Башкортостане? Был ли это протест против политики не только республиканских, но и федеральных властей? Вот как на эти вопросы отвечает директор татаро-башкирской службы радиосвобода Рим Гельфанов. Истинная причина, все-таки она глубинная причина, это как раз события, которые произошли в Башкортостане четыре года назад, в 2020 году, в августе месяце, когда местные населения, при том не только башкирское, но и представители татарской общины, чуварской, марийской общины в Башкортостане, вышли на защиту Куштау. Это природный памятник, который использовался местной башкирской содовой компанией для производства как раз соды. То есть для них это был просто источник сырья, а для башкирского населения это святыня. Поэтому башкиры вышли на защиту, когда стало известно, что эта содовая компания заключила договор аренды и уже начала там разрубать деревья, подготавливая почву и площадку для разработки. Четыре года назад населению удалось отбить. Там были довольно жесткие столкновения и с Росгвардией, и с ОМОНом, и сотрудниками охранки вот этой содовой компании. Но, как я уже сказал, был общенациональный подъем. Многие приехали даже из Уфы, из других городов Башкортостана, и гору отстояли. И местный глава, который в то время еще был президентом, вынужден был отступить, но все-таки заточил зуб на организаторов этого протеста. Ну и сейчас другой причиной, это вот как раз обида местного главы Радия Хабирова, который, увидев, что Фаэль Алсынов такой довольно харизматичный лидер, и у него есть потенциал, что он может вести за собой людей. А в это время, когда все, что мы видим, что происходит в России, особенно в такое время, когда там ожидают сакральные события, как избрание Владимира Путина на очередной президентский срок, такие ЧП они себе позволить не могут. И он, видимо, решил воспользоваться случаем и подать жалобу на Фаэль Алсынова, обвиняя его в разжигании межнациональной розни. Он инициировал эту жалобу от его имени, пошла эта жалоба. Это уже показывает, что тут и личная неприязнь, и может быть даже в какой-то мере попытка выслужиться перед Москвой, в современной России, инакомыслие уже не допускается, поэтому все источники, все случаи инакомыслия, они как бы вот так вот задавливаются. Протест был открыт против местных властей, но в то же время, вот позавчера был митинг, там выступали, люди обращались к Путину с просьбой, помогите нам, посмотрите, что тут происходит, или пошлите нам другую власть. Даже требовали внешнее управление. Башкиры им уже надоело, когда вот центральная власть или региональная власть, поставленная центром, вообще не заботится о социальной сфере в этом регионе, только заботится о том, чтобы выкачать возможное сырье, богатство из недр Башкортостана, который кстати известен и, как я уже сказал, золотодобычей, то есть это жирный кусок территории для центральной власти. Вот в этом смысле такой подтекст там есть, но открытых призывов к национальной свободе или там к свержению центральной власти там не прозвучало. Мнение директора Татаро-Башкирской службы радио «Свобода» Римма Гельфанова. Это фрагментовое интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 18 января. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Все последние дни приносят сообщения о новых авариях на теплотрассах в России. В социальных сетях публикуются многочисленные видео с бьющими из прорванных труб, иногда до уровня 12 этажа жилого дома, фонтанами горячей воды. Подсчитать общее количество таких аварий сложно. Известно только точно, что они произошли уже более чем в половине российских регионов. Специалисты указывают на изношенность систем теплоснабжения. А депутат Госдумы Андрей Гурулев, обычно комментирующий ход войны в Украине и известный призывами убивать тех, кто не верит в политику Путина, вдруг заявил, что все дело в замороженных тарифах ЖКХ. Это был депутат Госдумы Андрей Гурулев. Вообще-то, вопреки словам Гурулева, тарифы ЖКХ в России повышаются регулярно. Очередное повышение уже запланировано на лето, и все это очень больно бьет по карману простых россиян. Что же касается постоянных аварий на теплотрассах, то, признаться, мне очень понравился короткий диалог на эту тему в сегодняшнем утреннем эфире телеканала «Настоящее время», завершившее интервью, которое ведущей программы Алексея Александра взяла у экономиста Александры Осмоловской-Суслиной. Как говорится, не убавишь, не прибавишь. Позвольте мне обобщить то, что вы сказали, если я правильно понимаю. То есть государство все же выделяет деньги на ЖКХ, но аварии происходят, потому что воруют. Лучше не скажешь. Вы слушаете «Время свободы». Продолжу знакомить вас с участниками президентской предвыборной кампании в России. Точнее, с теми, кто пытается выставить свою кандидатуру, при этом одобряя в целом политику Владимира Путина или, по крайней мере, его решение начать войну против Украины. Сегодня это бывший депутат Государственной Думы и даже бывший вице-спикер Думы Сергей Бабурин, выдвинутый партией Российский Общенародный Союз и председатель Центрального комитета партии Коммунисты России, не путать с КПРФ, Сергей Маленкович, который первыми двумя своими указами в случае избрания, конечно, обещает вернуть на Лубянскую площадь памятник Дзержинскому и восстановить пост номер один у мавзолея Ленина. Давайте их послушаем. Я являюсь оппозицией либеральной клики, которая сегодня вокруг Путина до сих пор существует. Поэтому мой основной лозунг — вернуть власть народу от олигархических кланов, которые с 90-х годов считают, что все у них под контролем. Я приветствую и конституционную реформу 2020 года, где восстановили традиционные духовно-нравственные ценности и, конечно, защиту русского мира в специальной военной операции. Один из первых моих указов как президента — восстановление памятника Дзержинскому на Лубянском площади. И пусть Киркоров уезжает. Не нравится, пусть уезжает. Дзержинский будет стоять. Это я вам обещаю. Просто готов за свои обещания. Но я всегда, вы знаете, отвечаю. Будет стоять. Причем мы как сделаем? Как только меня избирают, я собираю старых чекистов, с ними едем в музеон, он, по-моему, там находится. Ночью вскрываем все, изымаем памятник Дзержинскому и ночью ставим его. Утром люди просыпаются, Дзержинский стоит. Я как кандидат поддерживаю внешнюю и оборонную политику Владимира Путинова по внутренним вопросам. Ну, конечно, мы смотрим по-разному. Я коммунист, а Владимир Владимирович, это большой патриот России, но все-таки он не коммунист. Поэтому, конечно, вы видите, мы красные, но Владимир Владимирович, это наш традиционный патриот российский. Это все-таки другие взгляды на жизнь. Поэтому сейчас нет поста номер один в мавзолее Ленина. Ну, вот про Дзержинского я вам сказал. А второй указ о том, чтобы восстановить пост в мавзолее Ленина. Это были кандидаты в президенты России от партии Российский Общенародный Союз Сергей Бабурин и от партии Коммунисты России Сергей Маленкович. Зачем и в каком качестве для того, чтобы ночью вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку ему нужны старые чекисты, Сергей Маленкович не пояснил. Бабурин и Маленкович – двое из очень многих российских политиков и функционеров, говорящих сейчас о необходимости сохранения и укрепления духовных ценностей в России и одобряющих так называемую специальную военную операцию. И тут я хотел бы вернуться к уже упомянутой мною пресс-конференции Сергея Лаврова, который, подводя, напомню, итоги работы российской дипломатии в прошлом году, заговорил об очищающем эффекте СВО для российского общества. Эта специальная военная операция, по версии Лаврова, сплотила россиян, заставила уехать из России или пересмотреть свои взгляды тех, кто в традиционные российские ценности до войны не верил. И в подтверждение этого своего тезиса Лавров сослался на один из известных монологов покойного писателя Михаила Жванецкого. Давайте его послушаем. Знаете, вот у нас был великий сатирик Михаил Жванецкий. У него среди прочих гениальных зарисовок была такая. Это было очень давно. Лет 20, может быть, 30 назад, когда он это сказал. У него был монолог на тему советского российского народа. И сказал он следующее. Нашим людям, чтобы по-настоящему сплотиться, большая война нужна. Ну, вроде как, даже с юмором. Но в каждой шутке есть доля правды. Говорил Сергей Лавров. Я хорошо с детства практически помню этот монолог Михаила Жванецкого с его классическим «Вот если бы все на мини подорвались, но об этом можно только мечтать». Написан монолог был не 20-30 лет назад, а больше 50-ти. Но об этом глава МИД России, конечно, вполне мог не знать. Важно другое. Монолог Жванецкого посвящен тому, что такие качества, как человечность, доброта, отзывчивость у советских людей проявляются только в критических ситуациях, а не в нормальной, обыденной жизни. И что еще важнее, Михаил Жванецкий в своем монологе не говорил, как утверждает Лавров, «большая война нужна». Он говорил, «большая беда нужна». Давайте послушаем отрывок. А взаимопомощь, а выручка — все у нас есть. Большая беда нужна. Что мы чикаемся, ночевать к себе не пустим, в драку не лезем? Что это за масштаб? Другое дело, с этим в разведку бы пошел, а с этим нет. Разведку нужна, обстрел нужен. Сидеть ночью в болоте без мыла, без ракет. Вот где люди проверяются. И доброта у людей есть, но к раненым в бою. Не на мостовой под «Жигулями», а в стипе под «Гурганом». Там я тебя перевяжу и к своим на себе. А здесь где свои, где чужие, нечетко размыто. Вот если б все на мини подорвались, но об этом можно только мечтать. Вот где люди отличаются. И по-настоящему поется в песне «Как только ты прикажешь, я не стружу, товарищ Время». Отрывок из монолога Михаила Жванецкого «Военная кость». И почему-то российским лидерам не дает покоя в последнее время устройство туалетов. Совсем недавно я цитировал заявление губернатора Петербурга Александра Беглова о том, что российские военные, увидев туалеты для гендерно-нейтральных людей в украинских школах, сразу понимают, за что они воюют. Хотя и туалетов таких там вроде бы и нет, да и четверть населения самой России пользуются туалетами с выгребными ямами. В туалетной теме присоединился на днях и Владимир Путин, сказавший, что многие уехавшие из страны россияне возвращаются из западных стран не в силах терпеть общие туалеты для мальчиков и девочек. Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Ну, извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Но это стало уже вещью такой бытовой, обыденной. И те, кто когда-то уехал по разным соображениям, они уже многие возвращаются или думают вернуться. Очень трудно жить. Варил Владимир Путин в ответ на это его заявление в социальных сетях появилось немало примеров отсутствия раздельных туалетов в школах самой России. Впрочем, за примерами ходить далеко не надо. Я не припомню, чтобы раздельные туалеты были в российских поездах. И сомневаюсь, что теперь железнодорожные вагоны будут срочно переделывать. А журнал «Театр» сообщил сегодня, что федеральные театры в России начали получать письма из Министерства культуры с информацией о планируемом изменении госзадания. Оно перейдет, цитата, от количественных показателей к качественным. Вместо посещаемости речь будет идти. Еще одна цитата о создании произведений, направленных на традиционные российские духовно-нравственные ценности. Театрам предлагается определять, к какой ценности подходит произведение, ориентируясь на указ президента России об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Указ был подписан в ноябре 2022 года. Впрочем, я думаю, вы согласитесь, что борьба за укрепление духовных скреп и сохранение ценностей в России ведется уже довольно давно. Давно возрождаются и традиции. Так, в прошлом году в Пермском крае состоялся уже 13-й по счету фестиваль «Веселый кровяк». Точнее, это турнир по метанию коровьих лепешек. Была на Руси такая традиция. Первому такому фестивалю посвятил когда-то свое замечательное стихотворение поэт Андрей Орлов, известный по псевдониму Орлуша. Этим стихотворением сегодняшний выпуск и закончу. Кто-то горе-тоску заливает вино, кто-то пьет от болезни мекстуру. Мы в Перми обожаем кидаться говном. По приказу министра культуры. Он, министр культуры у нас здоровяк, знает все про говно без бумажки. Это он научил нас метать коровяк. Или проще коровьи какашки. Он, хотя и культурный мужчина вполне, про него мы дурного не скажем. У него же работа копаться в говне. То в театре, то на вернисаже. Как-то утром министр пораскинул умом. Коль бюджетные деньги остались, то не стоит ли нам покидаться дерьмо. Так как деды когда-то кидались. Он глазами свергнул, загорелся мечтой. Ведь при верном детей воспитании может встать в один ряд с городками, с лаптой. Возрожденное говнометание. Он представил. Команда построилась в ряд. Все в ком удаль осталось метают. И к тому же недорог спортивный снаряд. Ведь говна-то в России хватает. Распалился. Мечта устремилась в полет. Иностранный турист понаедет. Может Путин приедет и тоже метнет. Но не Путин. Так хрен с ним медведем. Сверхзадача Минкульта простая и сна. Чтобы видели злые газдепы. Сохранилась культура кидания говна. Значит крепнут духовные скрепы. Чтобы знали среди чужеземных вояк. Тех, кто планы коварные носит. Если что, мы всегда в них меднем коровяк. И добавки никто не попросит. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский и продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст нужно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова